Женщина в современном мире это не только заботливая жена, любящая мать и хорошая хозяйка. Сегодня представительницы так называемого слабого пола строят успешный бизнес, служат в правоохранительных органах и даже покоряют вселенную. Фотовыставка «Женское дело», открывшаяся в музейном комплексе «Артишок» в преддверии 8 марта, как раз о таких женщинах, которым все по плечу. 12 героинь, 12 уникальных судеб. Свою София Навольнева определила сама. Еще будучи школьницей, занялась стрельбой, добилась звания чемпионки СССР и Европы, а уйдя из спорта, не смогла бросить любимое занятие. Вот уже более 20 лет она служит в правоохранительных органах старшим инспектором по профподготовке, учат молодых коллег обращаться с оружием. Наша работа, она всегда связана с каким-то драйвом, мы всегда в тонусе держим себя, поэтому скучать не приходится. Впрочем, как и Александре Зотовой, еще одной героине фотовыставки «Женское дело». Несколько лет она в компании четвероногой напарницы бельгийской овчарки Жансаи приходит на помощь к тем, кто попал в беду. Александра Зотова – профессиональный спасатель. Вообще такая большая честь, здесь такие люди представлены, и участники Олимпийских игр, и всякие женщины с такими интересными профессиями вообще. По-настоящему благое дело каждый день совершает и Марьяна Савенкова. На собственные средства она отремонтировала храм и теперь служит в нем звонарем. Каждое утро деревня Благовещенко просыпается под колокольные переливы, мотивы которых Марьяна часто сочиняет сама. Это прекрасный день, когда в праздник 8 марта еще вспоминают про женщин, которые что-то сделали и внесли, я думаю, немалый вклад для нашей даже страны, я не побоюсь этого слова сказать. Но мой вклад, он вклад в Божие дело. Такие разные, не похожие друг на друга, но все без исключения гордость городского округа. В том, что в Химках живут по-настоящему удивительные женщины, убежден и глава города. Дмитрий Волошин одним из первых посетил фотовыставку «Женское дело». Каждую из героинь глава лично поблагодарил за ежедневный вклад в жизнь города. Я бы хотел, конечно, чтобы мы сделали традиции. Это мероприятие, оно проходило у нас всегда. Почему? Потому что химчанки, это точно лучшая женщина в мире, мы знаем, да? Я работаю уже 10 лет, и я думаю, что имею полное право так говорить. Дмитрий Волошин подчеркнул, в округе проживают сотни выдающихся женщин. Каждая из них достойна внимания и похвалы. А еще теплых слов поздравлений и, конечно, цветов. Впрочем, на открытии выставки «Женское дело» ими одаривали каждую представительницу прекрасного пола. Идея организовать фотовыставку и рассказать о выдающихся химчанках принадлежит команде управления информполитики администрации химок. Идея – показать, как представительницы пола, которые традиционно называют слабым, покорили сильные профессии. В нашей стране женщины всегда были первопроходцами в космосе, в науке, в бизнесе и в мире. Все это потому, что мы, женщины, можем все, а вместе мы все можем. Сотни тюльпанов в этот день создали по-настоящему весеннюю атмосферу, а настроение праздника добавили музыканты. Увидеть портреты героини, узнать о судьбе каждой из них могут все желающие. Фотовыставка «Женское дело» в музейно-выставочном комплексе «Артишок» будет работать до конца марта. Андрей Липанов, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ. Новости Химки ТВ.